ВСУ США расширили число компаний физических лиц в России и других странах, на которых распространяется действие односторонних американских санкций, введенных в свое время в связи с событиями на Украине. Свидетельствующая об этом информация была размещена в пятницу на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов. В упомянутый список добавили имена еще 21 человека и 21 компанию. Позднее Минфин США выпустил официальное заявление, в котором пояснялось введение новых антироссийских санкций. Согласно этой информации, новые меры призваны оказать давление на Россию, пока она полностью не выполнит свои обязательства в плане минских договоренностей. Между тем, в МИД России расширение санкций со стороны США назвали бессмысленной компанией. Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право. Как мы оставляем за собой право на ответ, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства. В МИД также отметили, что в Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что Россию можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов. В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев с иронией заметил, что американский санкционный принтер взбесился, судя по количеству принятых в последнее время решений по санкциям. В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующее решение Аки Пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх. «Не отстают и Минфин с Госдепом, выпускающий в тираж все новые и новые санкционные решения, воспринимаемые уже как сакральный ритуал и не более чем», – написал Косачев в Facebook. Сенатор также отметил, что санкционная политика США приобрела хаотичный характер, и ограничения появляются на всех направлениях, где могут быть интересы Соединенных Штатов. В пятницу 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды бандеровской идеологии. Данное решение поддержали 279 из 414 депутатов. Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом. Кроме того, документ позволяет открывать уголовные производства против тех, кто отрицает данные преступления. Как сообщают польские СМИ, за отрицание волынской резни, преступление украинских националистов или публичное одобрение идеи Степана Бандеры, нарушителям может грозить штраф или тюремное заключение на срок до трех лет. Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода под Ясиноватой экстренно переведена на резервную линию подачи электроэнергии из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в коммунальном предприятии компания «Вода Донбасса». Отмечается, что повреждение получил трансформатор мощностью 35 кВт, из которого вытекло порядка 2,5 тонн масла. Рабочая смена была вынуждена укрыться в подвале. Через некоторое время на место повреждения трансформатора отправилась группа ремонтников, которая должна была остановить утечку масла. Однако украинские силовики открыли огонь по ним, вследствие чего специалисты покинули место обстрела.